подарили по миллиону долларов что-то такое дарили дома и лишь не просто говорят машину 100 что красивый выходит путину как-то все это вот вот так 7 лет назад мы гордились нашим баскетболом мужская сборная россии завоевала бронзовые медали на олимпиаде в лондоне в той звездной команде играли андрей кириленко тимофей мозгов еще петербуржец антон панкрашов в этом году он вернулся в родной город и теперь играет за зенит сегодня мы приехали к нему в гости восемь лет спустя вы вернулись в родной город звонок и зенита был для нас для вас неожиданностью нет звонок поступил от главного тренера от плазы да еще в предыдущем году в плывов а то есть мы пообщались он в принципе объяснил мне как он видит баскетбол как вообще какие мысли у него это был скорее не предмет переговоров а просто наверное ознакомительный ознакомительное общение такое вообще в принципе как работа строится любой тренер топ тренер который набирает команду он перед этим перед тем как подписать с кем-то он должен пообщаться потому что многих игроков просто не знают из-за того что российский рынок он так немножко отделен от европейского из-за этого нас очень мало кто знает все равно тренера предпочитают узнать игроков лично а если бы зенита не позвонили были вас варианты или может завершение карьеры думали нет конечно вам 33 года это много сколько вы ну я не знаю по меркам спортсмена может быть и нет но сколько лет вы предполагаете еще играть в россии очень очень такая даже как правильно слово подобрать разделение есть если тебе 29 ты молодой а если тебе 30 ты уже старый тоже старый да но вот зените в основном старейся ну получается сюда но для меня это смешно потому что на сегодняшний момент спорт это вопрос твоего физического состояния если ты в 28 лет ничего не делаешь и соответственно находишься не в форме то ты старый а если в 33 и следишь за собой правильно питаешься и находишься в прекрасной форме то это все это не возраст потому я исключительно профессионально отношусь своему здоровью и телу и я не вижу не вижу проблем еще играть там 5 6 7 лет легко это зависит но это зависит понятно уже от твоего физического состояния и как организм все будет виси но мне кажется эти рамки такие что-то там 33 уже старый это не совсем корректно по отношению к профессиональному спортсмену к отношению к непрофессиональному спортсмену возможно да но дай бог а после вы уже думаете с чем будете заниматься потом агент кончения карьеры агент я на самом деле практикую индивидуальные тренировки постепенно мне это нравится сколько стоит нет ну это чисто для своих и я помогаю там или бесплатно мастер-классы дают только пока так вот нравится тренерское дело не знаю это все равно очень много зависит от наверное удачи и как все сложится предсказывать не хочу умеет и симпатично то есть тренерское дело мне симпатично вы уже обучаете иностранцев знайте русскому языку как-то пытаетесь но только плохим словам но только плохим это всегда тогда начинать но это мне кажется у любого спортсмена как они что хорошо обучаются запоминают да ну ренфор вообще играл в красноярске поэтому он то он то красноярска он повладеет полным полным пакетом знаний в этом году цска выгол евролигу из русских финале 4 фактически голодока курбанов после многие болельщики написали что не могут радоваться победе такой команде где основные иностранцы их за это пристыдили как же так это наша команда кто прав в этой ситуации на ваш взгляд имеет право болельщики так говорить в общем по российскую команду что мы не будем болеть то что мы один иностранцы ну вообще это по идее право болельщика любого нет ну то есть в принципе а болельщикам что ты сказал нет вы не должны так быть посмотрите в других командах как я вижу эту ситуацию так как у нас практикуется свобода слова то в принципе я могу говорить что что я захочу если я считаю что мне не нравится как команда та играет я хочу видеть то в команде то это лично мое мнение и мне кажется здесь нельзя осуждать человека может быть он хочет видеть в команде цска одних русских но это его право и почему он не может это высказать а кто-то переживает и и радуется за победу цска не зависит смотрите вот на фенербак че там нет тоже посмотрите на ли я повторюсь это это лично мнение болельщиков надо не забывать что мы мы играем ради болельщиков это надо это в первую очередь и самое главное чтобы болельщики получали удовольствие и принципе ну все равно это очень хорошо для российского баскетбола что команда цска выиграла потому что это все равно превозносит сам российский баскетбол пускай даже там финале четырех не принял только курбанов точнее время все-таки главная команда которую превозносит российский баскетбол это сборная россии опубликован ваш снимок где вы намекаете тренером что ждете звонка базаревич перезвонил в итоге конечно нет почему в соцсетях казалось что как бы я намекаю на то что там базаревич должен меня вызвать сборную а по факту началось с того что просто человек не брал интервью и во время интервью спросил меня почему базаревич не вызывает тебя сборную на что я не могу ответить потому что я не знаю ну как бы начинают как бы раскручивая эту историю может быть какие-то личные отношения отношения еще что-то а базаревич очень не смог дать четкий ответ по этому всему как сказал невнятно про командную химии да то есть как бы если ты там не видишь или это обсуждали уже кучу кучу раз между собой если ты не видишь игрока в свою сторону так ты скажи да поможете что я его не вижу своей схеме проблему ну как бы я не вижу это никто не знает а люди спрашивают раскручивать эту историю и раскрутили уже до того что по ходу чемпионата европы спрашивали базаревич да да и он хорошо да и он не и он не мог на это ответит ну как бы то личные проблемы если у него не хватает смелости сказать это его личные проблемы насильно я я повторюсь здесь не было такого что здесь во первых есть большая большая предыстория все знают что я там за сборную отдал очень-очень много лет я всегда с теплотой души и переживанием болею и общаюсь с ребятами которые там ну как-то это если ситуация она сделана была искусственно со стороны базаревича но он сделал придерживаться плана как вы думаете вам еще удастся поиграть за сборной при базаревича нет то есть никаких шансов но если он в такой ситуации не вызвал меня и женю ворону то я сомневаюсь что какой-то другой он вызовет то есть надеюсь что в олимпийской квалификации согреться нет я и лично я их себе не 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 делаю поэтому я четко понимаю что шансов нет и как бы уже интересный момент что с дэвидом блатом тоже поначалу было непонятки так скажем вы поехали на чемпионатом 2007 года вышли в финале с испании набрали 8 очков а через год он не взял вас на олимпиаду пекин исключить последний момент причем он так раз дал объяснение искал панка шоу подхватил звездняк если это было такое я на самом деле не помню эту 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 историю ну как насчет звездняка не попал плохо помню тот 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 год надо когда последний момент вычеркивают из заявки это очень обидно ну да при том что вроде как я должен был быть одним там из основных но он принял такое решение я не знаю чем он чем он это мотивировал но через год мы с ним встретились к разговору о блате так мы с ним встретили сейчас погаснет свет через год мы с ним встретились и он сказал что все что было позади это неважно сейчас другая история новый год и нам нужно работать вместе и мы я поехал на по моему это был уже после олимпиады чемпионата европы я был там в довольно неплохой форме поэтому тут это чисто зависит от человеческих качеств дэвид он навсегда умел находить слова и умел находить общий язык поэтому с ним ты как раз таки проблем в отношениях не было и и обид не было создал не отправил дал мне какую-то почву для размышления через год мы с ним встретились и все обсудили и он сказал что как он видит меня и мы начали работать и никогда это правильно да то есть здесь самое главное при всем этом оставаться человеком то есть у нас были со сборной россии и хорошие года и плохие но у нас всегда оставались человеческие отношения это гораздо важнее чем чем спорт поэтому наверное это отличает великого тренера от обычного обычно часу дэвида блата проблемы на большая рассеянный склероз отказали обнаружили вы как-то с партнерами не обсуждали чтобы может как-то помочь ему месяц по сборной имеют а как ты нет но мы конечно же сделали акцию в поддержку там выложили кучу видео и это понятно что для всех нас большой удар потому что мы все с большой любовью относимся к дэвиду но и он то что сделал вообще принципе для российского баскетбола то что-то что-то гениальное золото евробаски это бронза лондон да но более этих наград это то отношение которое мы выстроили в сборной то есть команда семья да да и это гораздо важнее и далее они бывают и результаты они бывают хорошие или плохие но отношения людей они гораздо важнее а именно с дэвидом осталось такое впечатление что всегда когда ты видишь кого-то из участников того да там какого 2007 5 6 неважно какого года ты всегда с теплотой души вспоминаешь все истории потому что она сильно была классная атмосфера мы получали просто удовольствие от нахождения рядом в одной команде вот то есть она сделал что-то нереально на олимпиаде в лондоне вы здорово пошли групповой турнир четыре победы в пяти матчах ага матч из испании вообще стал вашим бенефисом 14 очков 11 передать за 38 минут даже владимир гомельский был вами доволен что редкость да да тогда вот если вспоминать тот май что это было зазорение как-то в смысле да вы злость хотелось доказать всем в том числе может и гомельскому что он зря вас критикует нет ну просто так получилось мы кто смотрел тот матч мы проигрывали в довольно я смотрел помню да мы проигрывали довольно много один с очков после первого числа да кто-то там не очень удачно начал мальчину и все и дэвид запустил нас с видаликом фризона но мы как-то так включились поймали кураж и уже на гураже затащили затащили рук такой наверное исторический один вообще из лучших моих матчей наверно за всю историю выступление за сборную все-то в топ-3 точно входит вообще за всех ну наверно да ну так тем более с испанцами и ваш любим клиент да мы там уже дальше пошло до что мои любимые клиенты но это была историческая победа в принципе для нас и испанцы поехали на тот турнир фаворитами после американцев были ждали финал сша испании да не но у них действительно была топовая команда и наверное полуфинале уже чуть по-другому сценарий сложился то есть полуфиналю они отыгрывались а что там получилось то есть вспомнишь по полуфинал 8 очков или значит получилось что в четвертьфинале с литвой кириленко подвернул ногу на именно полуфинал он вышел там с довольно такой отекший ногой вот и явно был не в своей лучшей форме то есть ну да драма мне кажется повлияло он на тот момент был один из таких самых ключевых игроков сборной просто за счет динамики своей физики ну и плюс из-за того что испанцы были очень большие у нас была специальная тактика по защите больших и вот когда мы мы все время сдваивали игроков и первую половину у нас это проходило на второй физически на второй половине чуть физически устали ну а испанцы в свою очередь найти вздваивание смогли попасть там трехочковый и создали преимущество обидный матч дэвид блат потом сказали позволили вытереть нам лицо да он умел остро ставить острое словцо но когда надо на самом деле он кричал я даже больше скажу у него была такая стратегия когда мы в пресезонке играли нас регулярно какая-то из команд уничтожала очков 20-30 вот и потому что дэвид это дело всегда осознанно один раз это была игра во франции и мы приехали ну допустим игра была в час он сделал тренировку в 6 утра чтобы зазлить нету сделать трех по все сюда чтобы мы были никакими и франция тот год на это был зачем и год и франция тот год нас убил 40 мы проиграли 40 очков и сильно криков было летали летали к вот эти коробки в которых лед носит фломастеры все потом там через год мы поехали израиль нас убил в израиле 30 ну вот и каждый год нас кто-то уничтожал но как-то он это дело специально чтобы наверное придать нам какой-то толчок это было вот реально там несколько лет я прямо запоминал как нас там убивали и потом раз там в греции мы с греции играли точно на турнире тоже там нас убили очков 30 а потом как-то раз и мы переключались до греции это был получается год девятый год когда мы играли в польшу тоже мы в греции играли турнир тоже они нас убили 30 а потом зато в группе мы когда играли там был формат группа-группа формат группа-группа мы их там обыграли очков 10 а на олимпиаде перед матчем за третье место как-то блат настраивал по особенного но не там уже все все понимают по как бы тут и не надо настраивать он умел он умел подвести вот этот эмоциональный фон но как бы все прекрасно понимали что это возможность сделать что-то великое и сборная же приехала задача минимум была полуфинал как гол кирилл где на олимпиаде да не было никаких задач на олимпиаде не было нет то есть просто выйти из головы ставят эти задачи я почитал в интервью кирилленко ну может это ему приснилось что что задача была минимум полуфинал это было бы наверно очень самонадеян просто играли и по ходу турнира как-то мы почувствовали что можем и когда играли с литвой наверное тот был ключевой момент потому что но я чувствовал что мой психологически сильнее чем они в плане потому что на тот момент литвой руководил ким зура а он ученик дэвида вот с литвой вы играли в зале который практически полностью болел за соперником враждебный зал ощущали это как-то не по ходу матча слышали может там кричали оккупанты когда у меня на это не не обращаю внимание может это и обращать внимание лично для меня ну как бы крики больничек наоборот они только заинтересовывают и как это называется пробуждают что я люблю когда трибуны кричат и их шумно наверно да литовских больших там и они же принципе регулярно ездят и довольно много было матч за третье место дал вам все 12 минут сыграть были как-то можно не обижены за это нет с аргентиной нет я исключительно ну там по ходу матча во первых швед набрал вода у него полетен да и то же самое когда я набрал 14 плюс 11 лёха сыграл три минуты или пять ну то есть здесь разговор был что я это прекрасно понимал что лёхов ну тащит команду в этот момент и если что мне надо было дать ему передохнуть вот и все то есть я ему дал передохнуть подышать и там садился я говорю там все игру что там ты тащишь ты красавчик восстанавливайся я там две-три минуты по подменю тебя и это твоя игра и все потому что но он действительно что-то нереально показывал это матч после олимпиады путин вручал вам гос награды что запомнилось той встречи запомнилась машина на которой мы уехали так это вот это аудио да нет на самом деле все все было мы в тот момент были еще наверно после эйфории но как-то ты не понимаешь что так как тумане находишься вокруг тебя там куча олимпийских призеров и они все как бы все известны все там и вы все вместе вы находитесь и тут выходит путину как-то все это вот вот так вот путин был таким каким вы видели по телевизору ли другим оказался жизни да нет она абсолютно нормальный был он подошел там понятно что он подготовился к встрече и практически про всех наверное про всех спортсменов знал то есть он подошел перед вручением и получается за как у каждого были зоны мы стояли за столиками и он каждым там ходила говорил что вот там молодцы смотрел с испании чуть не повезло точно даже ведь про матча с нами поговорил но все и он знал что вы его земляк не знаю не знаю думаю что нет автомобиль вы есть и до сих пор на этой audi не нерванной машине нет я ее продал продали да но я практически сразу продал потому что там какая ситуация там за получается государство вручалось по моему за третье место 6 за второе место 7 за 1 место 8 то и там по договоренности можно было если я не ошибаюсь может быть чуть-чуть навру я сдал в трейдин машину и взял а седьмую а если победили испанию получили бы сразу ну типа то есть первое место мы не могли занять бы ну dream team было реально разобрать не наверное нет это было сложно мне к сожалению всего лишь один раз удалось сыграть перед этим чемпионатом 2010 года это было что-то феноменальное я вот до сих пор сожалею что такое я один раз смог с ними сыграть потому что еще россия встречалась когда они готовились к олимпиаде меня как раз не взяли и ну и вот этот год когда когда мы с ними играли ну это было что-то инопланетное мы-то было не это было нереально и самое интересное что мы были в игре мы были в игре понятно что судьи более лояльно к американцам относятся и они вообще еще такие эмоциональные вот они за счет этой эмоции это надо видеть они вот настолько эмоционально себя заводят и на кураже на это могут просто унести если ты моментом если ты все 40 минут не будешь с ними сфокусирован то в моменте можешь на минус 20 улететь и и все и уже не вернуться в игре потому что они на на кураже такие там все как бы на динамике все поддерживают на этом есть чему получится на самом деле они она хотела спросить заговорили про машина а6 а7 не у всех вызывает понимание когда олимпийцам платят такие большие премиальные машины у некоторых россии то вызывает раздражение что вот стране так тяжело живет в нищете а спортсменов вот так балуют и что за границы таких вот не дают подарков почему не дают ну вот такое мнение скажу что за границей вот так спорт но я знаю что турки когда заняли второе место им подарили по по миллиону долларов что такое в кучу там примеров где люди просто отбирались на чемпионат европы и дарили дома и во всем во всем мире выделяют это не только почему-то люди думают что только в россии раз там а мы такие молодцы а выиграли третье место что это такое третье место и нам подарили по машине я уверяю что в других странах точно также выделяют людей которые те же не просто говорят машину то что красивый а именно за достижение в спорте что ты помог сборной россии там завоевать какую-то медаль на каких-то соревнованиях мне кажется что это такое выделение она правильно но что государство выделяет спортсменов которые которые чего добились для страны есть проблемы которые в россии безусловно что есть проблемы там нищета как где-то кто-то болеет еще что-то нужно помогать конечно нужно мне кажется точно не не спортсмены в вина в этом тем более как я знаю многие спортсмены жертвуют и занимаются благотворительностью понимаете да что здесь смысл не в том что там нужно в этом винить спортсмены мне кажется что спортсмены не берут чужие деньги какие-то которые пошли на медицину образование в принципе в этом и не виноваты и так как я по крайней мере но я общаюсь с многими баскетболистами многие баскетболисты помогают и активно помогают людям которые нуждаются то есть мне кажется по вот этим поступкам нужно судить о спортсменах или игроках они о том взял ли он ключи от 6 за что ему ее подарили мы будем снимать наталья водопьянова в пятницу она спросила медали приносите я буду обязательно они у вас не дома хранятся на к ну что вы конечно в сейфе там отдельный из 15000 евро где вы держите что это медаль 15000 евро ну не знаю может приценивалась вы свою медаль а я не скажу секрет на месте она хранится но не дома не скажу а часто надеваете никогда не почему а зачем ну может куда-то едете просят показать там школы там очень редко лучше мотива среди нас на самом деле почему-то этому не особо внимание уделяется и как-то мне кажется что многие даже просто не знают кто разговаривает и чего человек достигну то есть мне кажется что олимпийцы даже просто не знаю я был по моему на следующий год я играл в цска тринадцатом году и вот я 1 сентября там проводил линейку в школе и я был с медалью показывал медалью рассказывал ребятам про про олимпиаду это был по моему единственный случай когда я показал медаль больше я ее не показывал и никто не про нее не спрашиваю я ответил как вы для зенитских соцсетей соревновались сурком кто громче крикнет сколько дубль его сделали это был один дубль я не соревновался это и была чистая импровизация так это у нас потом узнавали кто победил я не спрятая нет мне просто нравилось получилось очень степно и весело поэтому и дамы это не было на это как бы как сказать и я не делал это специально потом наложили просто аналасли это не было сказано что соревнуйтесь и сейчас просто попросили да я просто крикнул ну и как вам понравилось да весь сейчас я змею название в секунду вы занимаетесь давно уже благотворительной деятельностью что вас к этому подтолкнула что стало потому что-то заболел за ваших близких не то или просто в гнере история в принципе всегда рассказываю то что это был тот год когда играл в спартаке 2010 и нас попросили с командой там трех-четырех человек сходить помочь в одну больницу онкологическую здесь в санкт-петербурге дали там где-то футболки и шарфы как обычно чтобы подарить ну мы позвонили в больницу и конкретно спросили что нужно больнице там может телевизор еще что-то какие-то вентиляторы но больница попросил нас какие-то вещи мы все купили и принесли но вот как-то тогда когда пообщался с родителем потому что в основном дети лежали ну что-то изменилось и мне по так показалось что тяжело да ну не потому что мне в конце всего мне сказали типа антон скажи речь родителям и я понимаю что я там занимаюсь любимым делом получаю получаю зарплату и я должен сказать что-то людям у которых там но очень тяжелая ситуация и там не боятся даже день даже не знаю что будет завтра это очень сложно не представлять насколько сложно мне было на душе потому что я реально не мог подобрать слова и ком стоял в горле но я как-то решил что я буду по возможности сейчас могу тебе помогу но буду помогать с тех пор получается уже 9 лет занимаюсь самому тяжелую ситуацию который вы сталкивались какие-то после которых вообще большие баллы много тяжелых но сейчас на сегодняшний момент тоже мир интернета и тот уже не определишь где где правда где ложь потому что многие как мы знаем делать фальшивые документы обманывают чтобы заработать и код дайте совет людям кто хочет помочь как мне кажется что здесь есть много фондов есть много параллельных фондов которые которые занимаются все этом допустим занимаюсь тоже со своим фондом на одежда завтра вот с ребятами они помогают детскими детским домам ну и я соответственно мне говорят там в детский дом нужно там одежда микроволновки там еще что-то компьютерный класс и я как-то вот помогаю и это все делаю ну то есть заниматься через какие-то фонды потому что вот все что происходит через сообщения но это очень сложно и стал ждать потом да но не то что следить просто много подделок и как в любом деле люди на этом удастся можно заработать наживаться на чужом горе еще жить при этом смогу люди такие которые люди которые наживаются на чужом году я не знаю я как бы не берусь судить но и для меня это непонятно потому что все реальные люди и реальные проблемы на чужом горе нажиться но это как-то совсем низко хорошо тогда последний к вам вопрос все таки вот мы сейчас берем начале сезона вот с вами интервью если в конце сезона вы каким вы хотите что вы хотите увидеть в конце сезона своего первого тяните вот пас вот мой конец там июнь до начала июня сложная я на самом деле этот сезон решил поставить себе единственную цель и задачу мне хочется закончить сезон здоровым то есть да и я желаю это в первую очередь наши все команды чтобы мы закончили этот сезон здоровыми и чтобы травм было как можно меньше это самое важное а уж по работе и подачи я думаю что у нас обалденная команда классный тренер мы работаем и постараемся сделать все от нас завище и чтобы вам еще позвонил базаревич этого не случится мы не будем строить иллюзии давайте поживу ведь ладно спасибо все я помчал больше не надо забирать всем хорошо спасибо